всем ребят привет сегодня мы с вами отправились в город казань и меня паша с кем мы сегодня будем копать огромное спасибо что он у меня встретил будем копать в его родных местах что откопаем неизвестно время уже под вечер так что приедем уже поздно лагерь обустроим может быть ночью будем шурфить да я думаю что да вот так что вступление есть а сейчас ребята отправляемся на итак ребята мы доехали наконец-то и скатали полстраны блин у меня жопа уже болит от сиденья в общем весь день и ребята катаемся весь день и наконец-то мы приехали на долгожданное место я сейчас буду ходить по верхам посмотрел что у нас земляной дед припас в казани для меня завтра возможно поедем на перспективное место по рюмочки мы выпили кваску да конечно квасочка но и решили обменяться любезностями я так вот знаете услышал что у меня тоже подарочек приготовили взаимно я хочу тоже паша подарок давайте посмотрим что казань хочет нам подарить нам с марчаном в частности так значит здесь здесь с обоих сторон да есть очень интересная монета монета чем интересно чтобы саша когда будет у себя самаре когда он уедет вспоминал вообще казанских камрадов наше гостеприимство мы ему хотим подарить вот вот такая монета красиво ого большой биметалл ребят смотри посмотрите что смотрите видите как играет шикарная я утром завтра завтра утром фокусе все отсвечу здесь еще дракон шли до казана да да казанскому ребят займ прям как вы знаете ребят я собираю коллекцию подарков от камрадов и она займет почетное место но и я ребята приехал не с пустыми руками паша я хочу сказать отдельное спасибо за то что он мне сегодня помог выбрать автомобиль помог ну ребят ну я не знаю сделал все так по-человечески я просто не ожидал такого вот результата и паша я хочу подарить ребята с одной стороны видите звезда а с другой стороны ребята но молотобоец пошел вот тебе два полтинника я думал что такое как разновидно ребята полтинники кладовые то есть они у вас они как бы не ходовые и завтра если вам интересно я при свете вам покажу что мне паша подарил казань и покажем наши полтинники так что сейчас приборы он собираются ванишь я уже быстро собрал но пока пашка был задел пока собирается до полтора часа вот так что приятного просмотра я думаю чем-нибудь у нас интересно все таки получится и так ребята уже светает ночью я ничего не снимал да и особо то не было ничего интересного вот с этого старого шурфа смотрите какая пуговка орлянка так фокус давай пенку фокусу вот такая классная орляночка в позолоте с ушком были еще несколько находок но они такие лабудыжные дала будыжные сейчас достану с кармашка ребят у меня в кармашке дырка еще вот ребят смотрите двушка царская лысая затертая это раз а во вторых она еще игровая канинка резная вот этот по моему от саксофона клавиша вот так что ночка у нас было вообще не продуктивная но я думаю сейчас после завтрака может ужина или обеда вчерашнего я же вчера не завтракал не обедал не ужинул и вообще без сна вчера тоже не спал ладно ну да смотришь как заиграла за играл давай-ка фокусом взять а че-то на сзади блин а это прям стран страны страны это прям вставка этот металл я первый раз такой я тоже карасы вроде царской да а тут железная вставка как на обычных советских знаете пуговках странно и пуговка странно доброе утро ребят в общем легли мы в пятом часу сейчас не знаю сколько времени солнышко у нас уже как бы высоко вот ну раз по и были на раз мы тут находимся значит еще не пришло время нас должны вывести на одни шикарные места где им было поднято много-много кладов вот так что ждем от звонка когда товарищ от звонится ваша где-то уходит у меня тут комфортные условия приготовил правда ветер ща подул и блин комфортные условия ушло вот небольшой ветерок уже жарко как вы видите солнышко у нас в полном свете не облачко глаза болят то ли спать хотят то ли не выспались то ли ищет чего в общем паша где у нас паша вы видите я не вижу посмотрим утрак завтрак ребят какало какало и энергетик вашими здесь все рядышком оставил чтобы я свою жопу не подымал так что погнали погнали чё отыщется посмотрим ребят только что звонил ваша где-то вон там он где-то позвонил сказал что у него уже две монеты поднял денежка а2 щитовичок что-то так что итак ребята вот машина вон прибор вон там вдали паша которому я сейчас только что звонил он сказал что нашел монету где паша паша ты где ну где-то там а вон вот он паша и короче знаете после того как он мне позвонил сказал что монетку нашел нам деньга 2 я решил ребята включить прибор тоже походить за компанию не поверите я вчера ему озвучивал что я могу найти монету сразу выйди из машины ближайшие 15 минут и так произошло ребят монета думал сначала советик но оказалось ребят это у нас это у нас получается где так денежка это у нас денежка ребята денежка сохран затертый 1858 год что ли прикольно прикольно походим посмотрим может здесь сейчас еще чуть найду и так ребята приехали мы на деревню вот такие красивые просторы вообще шикарные где ходить ох мама родная тут мест полно здесь вот этот весь склон надо ходить там склон весь надо ходить плюс он там около деревни обрабатываются поля на полях ходить мест полно 1 единственный который я сигнал копнул на этой деревне ребята вот он вместе с вами смотрим что это ребят это николаевский формат судя по размеру по моему трешка или пятак год а это пятак 1800 по моему 80 или что-то в этом роде 81 не знаю это пятак зачет зачет ребят шикарное место я уже сказал об этом тем что здесь находки 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 очередная монета через монета у это а 2 1 2 копеечки 1871 год какая хорошая монетка сейчас я освежу смотрите сохран какой 1871 год еще красиво монета от души а2 класс пойдет пойдет место просто я лучше мест за все время копы не видел здесь просторы огромные мусора не особо много ванишем копая только медь и серебро ладно итак ребят очередной кругляшок и вместе будем смотреть что это у нас но на этот раз точно трешка 1870 год вот такая трешечка зачет зачет над чем по разнообразней а то николаевский формат как бы всем приелся и так ребят сейчас ко мне подходил местный житель принес три монетки трешку серебром трешка низкопрофильная трешка николаевский но я их свел с пашей паша буду сбросил он и паша сейчас заключает сделку чё за монетки чё за сколько купил чуть позже вам скажу но сделка хочу сказать хорошие итак ребята последняя съемка была вот здесь следующая находка вот здесь вот у нас двушка сигнала здорово 1910 год хорошая бодрая монета зачетно зачетно вот как раз еще товарищ идет может еще чё вкусно итак ребята возле барашков вот они красавцы отдыхают в тенечке у нас выпала монета и что за монета это копеечка николаевская копейка год скажению не скажу грязненько во рту сухо чтоб смочить ну вот вы ее уже как доведите еще одна ребята кругленько вот она так ямку прикопаем здесь надо очень хорошо прикопывать прям утоптывать и вот на монетка все за монета две копейки николаевского образца по моему второй год ну бодро бодро будет на них просто земелька а так целом бодро пойдет он пошел им ходить с девусом копаем копаем да ребят я вот паша рядом проходит и говорю либо вкуснях ли какаха но ребята это вкуснях нормально каках то болтишь в ухо хохохохохохохо смотри там какой-то рисунок какая-то гравировка нет рисунка есть но не бизнесов зачетнейший а тут паша прошел так ребята павел пошел переодеваться он сказал на пассажок поднял павла 1 то есть пашет поднял пашу и вот у меня надеюсь на пассажок александр собачек так это две копейки до александра и у меня на пассажок александр 1870 двушка вот так вот пойдем наверное домой итак ребят на этом я буду заканчивать свой видеоролик посвященные казани было классно встретил паша меня шикарно жалко что пацаны кто хотел совместно покопать не смогли приехать но кто пожелал приехал привез нас вот в это место три часа находки вообще рады ли места колоссальные суда бы блин ездить ездить жалко что у меня 450 километров сюда а то постоянно ездил в общем по находкам получилось неплохо я считаю за три часа на кавриале компенсировали вчерашнюю ночь которая беспонтовая так что сейчас находки покажу потом вам красоты казани если получится вот и конечно же еще одну видеоролик запишу именно посвященная гостям камрада именно или надо постоянно забываю именно вот эти татарские мордовские чувашские по-русски нельзя назвать именами короче он у нас попадет именно в рубрику в рубрику попадет в гостях у камрада вот и посмотрим что он накопал с этой деревне наковырял здесь ребята вкуснях много ну по находкам давайте по находкам вот так ребята вот такая куча всего всего-всего-всего конечно тут пошли как противовес наложил ветер сильный пряжечка раз красиво вообще перену откопал вот пряжечка тоже конинки конинки ну вам интересно вот такие находки паша угарает над тем что у нас равенство короче он откопал денежку 1558 года я откопал денежку 58 потом сюда приехали откопали и так 1881 и я откопал 1801 года но потом что-то у нас сломалась пошли у меня трешки двушки 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 копейки и копейки вот это вкусняшка ребята это наверное одна из самых вкусных сегодня монет это 1 2 копейки 1871 года стоимость такой монеты александра второго вы уже знаете я прикреплял вот кстати помните я говорил вам к нам местный подошел и паша по халяве взял вот эти монеты трешечка прибавляется суда паши трешечка тоже прибавляется суда и трешечка серебром вот этот самая зачетная монета тогда у нас получается смотрите дальше вчера ребята вам вечером показывал паша подарил такой полтинник звезда это кладовой и и этот тоже кладовой молотобоицы вот они как бы числили стук водой ничего полировкой с ними не делалось но и пацаны из казани меня тоже порадовали вот такой вот ребят сенсации я как бы не коллекционер не нумизмат но повторюсь еще раз от камрадов без разницы что они дарят но коллекции я стал собирать такие вкусняхи ваш от кого это это монету предоставил подарок раэль сафин он тоже у нас в группе 63 рус ему большая благодарность монету которая уезжает вместе с сашей ему на долгую память чтобы радовала памятью то что он здесь был надеюсь что он еще при его же на нее очень купить можно паш или это просто же бесценная это жетон да вот не знаю вот типа магнитики продают на холодильнике для меня тоже нет не жетон что это памятная может быть монета медаль скорее всего на это уточним еще человек занимается ему нравится вот ребята противоемец здесь вот такая царь панина слонина прям паше говорю паше блин было бы здесь вот можно было на ремень пряжку сделать мы припаяем приварим ну все ребята будем прощаться всем спасибо всем пока ребята сегодня я как бы все испытал все чувства удовольствия в пробках постояли ваша решил не искушать судьбу полтора часа в пробке не стоять и на переправе ребят решили переправиться сократить полтора часа красота плывем 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 или идем ваш плывем плывем плывет же говно только а здесь мы идем что-то мы с пашей здесь это самое порассуждали раздумывали то что средняя цена переправы 320 рублей да легковая сколько 250 до маяр 320 остальные 300 то есть 300 рублей средней цены короче этот паром в день гребет 130 тысяч 160 тысяч ребят представляете хороший заработок да в день 160 за чем точно тем занимаемся да да вообще чужие деньги считаем да 2 бухгалтера да 2 бухгалтера давай красота красота 3 к волга примечательная стырка да данным просто вы проезжали а затем Ну, видимо, дорогу делают Для подводных лодок Я в Самару где поеду? В Самару где-то там поеду? И вообще в противоположной стране Казань мне понравилась Прям шикарно Итак, ребят, сегодняшнее приключение у нас заканчивается Я отправляюсь домой Огромное спасибо Казани, что нас встретили По особенности Павлу Который прям, ребята, ну, знаете Чист сердцем и открыт душой Прям, блин, человек просто классный Это раз А во-вторых, сегодня, ребята, может быть мы и покопали подольше Но у Павла сегодня у нас, ребята, юбилей Они отмечают супругой 8 лет Так что дружно Поздравляем его в личке Ну и под видео, в комментариях Паша, что хочешь сказать? Я хочу сказать, что Александр стал владельцем шикарного автомобиля Ховер Вот, он, ребята, за спиной Видео будет Да, 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 да Да, да, да Очень хочется, что пожелать, чтобы автомобиль служил верой и правдой Не подводил Обязательно всегда счастливой дороги Ни гвоздя, ни жезла Как говорится Что по нашему выезду Выезд изначально немножко не задался Мы уже были уставшие Копать условно не хотелось И находок не было, так сказать Вот, но у нас Наш комрад Ильнух Наша компания Сегодня исправил ситуацию кардинальным образом Привез нас Показал место Мы там очень удачно покопали Отличные находки Вы все в ролике увидите Провели мы время зачетное То есть, если кто хочет покопать Также замечательно Присоединяйтесь Будем рады Все, спасибо Ребят, Павлу спасибо отдельное За вот этот автомобиль Он мне помог Подобирали Многое пересмотрели В итоге остались на этом экземпляре 400 километров 450 Сейчас отмотаю домой Будет видео По данному автомобилю Какие недостатки Я сразу заметил Что нужно обращать внимание Если кто-то заинтересуется Действительно танком Это рамный автомобиль Который сравнивают С советским УАЗиком Так что все, ребята Всем пока До новых встреч Есть у меня рубрика В гостях у Камрады И сегодня у нас в гостях Павел Когда я увидел Как он хранит свои находки Я просто, знаете Паша говорит Что у меня глаза даже загорелись Ребят, он хранит все мешки Вот такая классная стопчика А что за счет?